В вооруженных конфликтах медицинская реабилитация играет существенную роль в восстановлении боеспособности военнослужащих. Медицинская реабилитация позволяет значительно снизить частоту осложнений, уменьшить долю военнослужащих-инвалидов, существенно уменьшить проявление психосоматических и поведенческих расстройств. Сегодня для обеспечения медицинской реабилитации с применением природных лечебных факторов в состав Медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации входит 39 военных санаториев общей коечной емкостью 18,5 тысяч коек. Организационная структура системы медицинской реабилитации военнослужащих с применением природных лечебных факторов представлена следующим образом. В составе Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации организовано Второе управление медико-психологической реабилитацией санаторно-курортного лечения и организации активного отдыха, которому подчинены 4 санаторно-курортных комплекса, в состав которых входит 19 военных санаториев. 4 военных санаториев центрального подчинения и 4 санаторно-курортных комплекса в составе Медицинских служб военных округов, объединяющих 16 военных санаториев. Первое специализированное отделение для медицинской реабилитации и лечения раненых военнослужащих с применением природных лечебных факторов было открыто в 1837 году в городе Саки. В дальнейшем на его базе создана военная курортная лечебница. В настоящее время это Сакский военный клинический санаторий имени Николая Ивановича Пирогова. Используя многовековой опыт применения природных лечебных факторов в реабилитации военнослужащих, сегодня Сакский военный клинический санаторий имени Николая Ивановича Пирогова широко внедряет инновационные технологии медицинской реабилитации. С целью обеспечения современного уровня информатизации медицинской реабилитации сформированы два офиса медицинских регистраторов на четыре рабочих места в помещении основной базы санатория и два рабочих места в центре медицинской реабилитации. Основой работы офисов является инновационный программный модуль «Медицинский диспетчер» на основе информационной системы 1С управления санаторием. Модуль предназначен для быстрого и удобного выбора времени прохождения назначенных процедур, составление оптимального графика лечения для каждого пациента с полным перечнем всех назначенных ему процедур и указанием времени их приема, составленный по дням на весь период лечения. Для успешного проведения программ медицинской реабилитации в санатории применяются инновационные лечебные технологии. Дистанционная ударно-волновая терапия с помощью аппарата BTL-5000, лимфодренажная прессотерапия с помощью аппарата BTL-6000 лимфостин, низкочастотная магнитотерапия с помощью аппаратов «Мультимаг», «Калибриэксперт», магнитотерапевтической установки «Магнитотурботрон» включает совокупность методик применения низкочастотных, постоянных, переменных, импульсных, бегущих, сложно модулированных, вращающихся магнитных полей. Экстракорпоральная магнитная стимуляция нервномышечного аппарата тазового дна с помощью аппарата «Авантрон». Глубокая осцилляция с помощью аппарата «Элгас» позволяет проводить электростатический массаж. Циркулярный душ минеральной водой собственного источника с помощью душевой установки «Модерн». Бесконтактный гидромассаж с помощью кушетки «Акваспан». Гравитационная нервномышечная активация с помощью установки «Экзарта» предназначена для снятия болевого синдрома и восстановления объема движений в позвоночнике и суставах. Методика щадящего вытяжения и разгрузки позвоночника с помощью системы «Детензор». Кислородотерапия с помощью барокамер нового поколения позволяет проводить нормоксическую баротерапию, при этом не требуются баллоны с кислородом, среда внутри камеры не горит, позволяет находиться пациентам в барокамере в одежде и с мобильными устройствами. Дистанционная электромиостимуляция с помощью беспроводного миостимулятора «Интеллектмобил» позволяет совместить активные упражнения с электромиостимуляцией. Сочетанная магнитоинфракрасная лазерная терапия с помощью аппарата «Милта» позволяет оказывать лечебное воздействие импульсным лазерным излучением, непрерывным светодиодным излучением ближнего инфракрасного диапазона оптического спектра и постоянным магнитным полем. Сочетанная процедура бегущим магнитным полем и бегущим инфракрасным излучением с помощью аппарата «Транскранио» позволяет реализовать лечебное воздействие как на центральную нервную систему, так и на любую зону поражения. Методика манофакторного и комплексного воздействия с помощью аппарата «АМОАТОС» позволяет проводить четыре вида процедур. Процедура манофакторного воздействия бегущим магнитным полем как центральной нервной системы, так и любой зоной поражения. Процедура манофакторной транскраниальной электростимуляции и процедуру сочетанного воздействия транскраниальной электростимуляции и магнитотерапии. Технологии инновационной бальной терапии включают в себя вихревые минеральные ванны нижних и верхних конечностей, подводный минеральный душ-массаж, минеральные углекислые ванны с помощью сатуратора, аромобальную терапию с помощью ароматических минеральных ванн, парафитоуглекислые минеральные ванны с помощью микропроцессорной многофункциональной ванны. Ванна позволяет сочетать от двух до четырех лечебных физических факторов и проводить три вида ванны. Параминеральные, парафитоминеральные и парафитоуглекислые минеральные ванны. Четырехкамерные ванны с помощью микропроцессорной гальванической ванны. Ванна позволяет проводить два вида процедур для верхних и нижних конечностей. Гальванические минеральные ванны с постоянным непрерывным током и гальванические минеральные ванны с постоянным импульсным током. Методика полисенсорного воздействия с помощью центрифуги Акварол позволяет проводить сочетанную процедуру динамического бального массажа, рефлекса и прессотерапии нижних и верхних конечностей. Подводное вертикальное вытяжение позвоночника в минеральной воде с помощью микропроцессорной тракционной системы позволяет проводить вытяжение всех отделов позвоночника, включая шейный в положении стоя или сидя. При этом усилие вытяжения задается компьютером и может автоматически поддерживаться на протяжении всей процедуры. Горизонтальное компьютеризированное вытяжение позвоночника в минеральной воде с помощью микропроцессорной многофункциональной ванны позволяет осуществлять сочетанное лечебное воздействие, вытяжение позвоночника и вихревой бальний массаж. Альфа-массаж с помощью СПА-капсулы позволяет проводить комплекс процедур как в монофакторном режиме, так и в режиме сочетанного воздействия и включает паровую сауну с аромотерапией, инфракрасную сауну, полноспектровую и селективную хромотерапию, вибромассаж, подводный душ-массаж, вихревой, гидро- и аэромассаж, душ-виши, музыкотерапию. Методика полисенсорного воздействия с помощью капсулы позволяет проводить сочетанную процедуру индивидуальной галлотерапии, термотерапии и музыкотерапии. Психотерапия с помощью инновационного аудиовизуального программного комплекса DISNET позволяет проводить сеансы психологической разгрузки и мобилизации, а также тестировать текущее состояние пациентов. Комплекс включает в себя 14 релаксационных и 12 мобилизационных видеосеансов, 7 упражнений аутогенной тренировки, 55 специально подобранных музыкальных композиций для достижения дополнительного эффекта во время проведения сеансов аутогенной тренировки. Программа позволяет врачу-психотерапевту имеющиеся видео, аудиосеансы добавлять, удалять, склеивать, создавая свой контент, отслеживать динамику проведения лечебных процедур психотерапии. Психофизиологическая система Sensorium с помощью кресла нулевой гравитации позволяет проводить вибротактильную фото- и бинауральную стимуляцию. Аэроионотерапия с помощью аппарата AeroVion позволяет проводить биоуправляемую аэроионотерапию как в монофакторном режиме, так и в режиме сочетанного воздействия с психологической разгрузкой, фото- и бинауральной стимуляцией, галлотерапией, фитоаромотерапией и музыкотерапией. Биорегулируемая динамическая механотерапия с помощью аппарата Spiliner реализует возможность эффективного лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, периферической нервной системы и различными соматическими заболеваниями. В аппарате предусмотрена наглядная диаграммная визуализация свойств элементов опорно-двигательного аппарата в реальном времени и результатов проведенного лечения. Аппарат имеет 27 автоматизированных программ, адаптированных для лечения пациентов с широким спектром соматических заболеваний. Продолжительная пассивная механотерапия суставов с помощью инновационных аппаратов серии Arthromot предназначена для восстановления утраченной способности к движению, увеличения моторной функции и предупреждения двигательных осложнений после инсульта и травм. В Центре медицинской реабилитации разработаны и внедрены инновационные методы трехэтапного восстановления двигательной активности после церебрального инсульта, спинномозговой травмы, тяжелых травм опорно-двигательного аппарата. На первом этапе применяется методика вертикализации с помощью вертикализаторов «Кинезоэксперт». На втором этапе используется гравитационная нервномышечная активация с помощью кинезотерапевтической установки «Экзарта». На третьем этапе проводятся тренировки вертикальной позиции с помощью методик. Восстановление равновесия и тренировок баланса и координации с помощью тренажера с биологической обратной связью «Балансмастер». Восстановление подвижности нижних конечностей с помощью многофункциональной лестницы с электронной регулировкой высоты ступеней «Альтерстеп». Имитации процесса ходьбы с помощью тренажера «Имитрон». Компьютеризированная роботизированная локомоторная терапия с биологической обратной связью с помощью системы СЛТ является безальтернативным методом для реабилитации тяжелых больных с травмой спинного мозга и рассматривается как последнее мировое достижение в области восстановления ходьбы, особенно у больных с нижней параплегией, и применяется при частичном или полном перерыве спинного мозга, состоянии после перенесенных инсультов головного мозга, состоянии после тяжелых черепно-мозговых травм, последствиях тяжелых травм опорно-двигательного аппарата, состояниях после длительной неподвижности человека, периферических параличах, рассеянном склерозе, последствиях спинно-мозговой грыжи, патологии тазобедренных и коленных суставов, миопатиях, полинеропатиях. Таким образом, в настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации имеется развитая сеть военных санаторно-курортных организаций, которая способна в полном объеме удовлетворять текущие потребности Вооруженных сил Российской Федерации медицинской реабилитации годного контингента. Наличие в структуре санаторно-курортных организаций Министерства обороны Российской Федерации САКСского военного клинического санатория имени Николая Ивановича Пирогова, оснащенного инновационным медицинским оборудованием, позволяет проводить льготному контингенту Вооруженных сил России высокоэффективную медицинскую реабилитацию. Специальным призом Всероссийского форума «Здравница-2017» за реализацию концепции сохранения и восстановления здоровья граждан Российской Федерации награждается Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ